Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынковой компании Тикмилы, сам я, Артур Идиатурин. Сегодняшний обзор, прежде всего, хотелось бы начать с важных апдейтов по американо-иранскому конфликту. Официальные власти назвали причиной крушения украинского бонда, вылетевшего с аэропорта Камени, находившийся в полете всего 2 минуты, поломка и разгорание двигателя, затем последующая неспособность пилота взять судно под ручное управление. Таким образом, власти Иран поспешили исключить из причин, из возможных причин, террористический ад, что на фоне конфронтации с США, на фоне угроз провести ответные меры, это первое, что приходит в голову. С учетом всех предшествующих событий, также заявлений Раухани, главы Ирана в Твиттере, что кто совается на число 52, имея в виду Трампа, который пообещал ударить по 52м целям в случае обострения ситуации, также число 52, это число заложников при захвате американского правительства в Иране в 1979 году. Тот также не должен забывать о число 290, намекая на рейс Аэр-655, это иранский самолет, который был сбит американским военным кораблем в 1988 году, тогда погибли как раз таки 290 человек. На фоне эскалации, на фоне вот такого вот сообщения страны, где мелькает именно, будем так говорить, авиакатастрофа, и скорее всего она будет на мысли желание Ирана отомстить с тем же способом, произошедшая катастрофа украинского Боинга представляется чрезвычайным совпадением, в котором очень сложно поверить, что эскалация и данная гадная катастрофа, они вообще не связаны. Золото уверенно карабкается на стену тревоги, на стену беспокойства, каковременно преодолев вчера отметку в 1600 долларов за тройскую унцию. Как я писал вчера, американо-иранские конфликты, соответствующие ожидания череды, такое повышение ставок, то есть эскалации конфликтов, с обоих сторон они сформировали повышенный устойчивый риск премию, который закладывается в цене золота, а также повышенный спрос на золото в качестве средства хеджирования, что в принципе разумно, потому что в акциях, в рисковых активах сейчас должен наблюдаться рост недоверия. Не только из-за роста геополитических рисков, но и того, что рост просто затянулся. Впоследствии котировки золота спустились ниже отметки 1600 долларов за тройскую унцию. В оценке дальнейших перспектив сейчас стоит сосредоточиться на ответном заявлении США, который будет выражаться преимущественно в заявлении Трампа по поводу ракетного обстрела американских баз в Ираке и Ирану. Также важно отметить, что Иран сейчас всеми силами пытается показать свою роль в этом объекте, роль защищающегося, обозначить сдержанную позицию, это вот видно из такого заявления министра национальных дел Джабада Азареку, который он заявил, что Иран предпринял и, важно, завершил пропорциональные ответные меры в качестве самообороны, говоря о том, что Иран уже не собирается никаких провести больше действий, что размен как бы жертвами произошел. Сейчас нужно сосредоточиться на риторике президента США Трампа. Если он умерит риторику, сценарий, где исковаться он станет базовым, и золото, возможно, уйдет также стремительно вниз, как оно вот здесь вырастет, возможно, стабилизируется, будет торговаться в боковике примерно на уровне 1550-1520 долларов за тройскую унцию. Что касается макроэкономических новостей, стоит отметить вчерашний отчет. Индекс ICM по непроизводственному сектору в сфере услуг в США за декабрь вырос чуть большим темпом. Я хочу отдельно выделить субкомпоненты новых заказов и найма. Несмотря на рост индекса, можно видеть, что с ноября по декабрь вот эти субкомпоненты, они резко замедлили рост, особенно новые заказы. Темпы найма, да, они замедлили чуть, их темпы замедлились чуть меньше, будем так говорить, темпу. И это задерживает активность по поводу широкого показателя. Это говорит о том, что в следующем месяце нельзя ждать усиления широкого, усиления роста широкого показателя. Он также будет у нас сдержан. Также вышли вчера данные по торговому дефициту в США. Он улучшился, снизившись с 43,9 миллиарда долларов до 43,1 миллиарда долларов. По евро-доллару можно заметить, что сегодня вышли данные по производственным заказам в Германии, которые показали, что в декабре они снизились на 6,5%, что превысило ожидания в сторону ухудшения и подрывает, в каком-то так говорить, перспективы, подрывает заявленное восстановление экономики еврозоны в 2020 году, которое должно было начаться, скорее всего, с восстановления Германии. Евро-доллар, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 1.1.1.12 до выхода трудовой статистики в пятницу, либо уйдет ниже, то есть можно ждать укрепления доллара. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся сами в пятницу.